Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Заменил фотографию советского воина на изображение нацистского лидера. Самарцу грозит до трех лет лишения свободы за реабилитацию нацизма. Прогулки в парках парами и открытие небольших магазинов. Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая, но ослабили. Им сверху видно все. Беспилотные летательные аппараты будут проверять соблюдение самарцами режима самоизоляции. Самарцу Андрею Шабанову грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей. На сервисе «Бессмертный полк» под видом своего родственника он разместил фото Адольфа Гитлера. Возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Вместе с Андреем за такие же преступления к уголовной ответственности будут привлечены еще трое россиян. Даниил Симонов из Перми, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. На своей страничке в соцсетях Андрей Шабанов называл защитников Родины людьми с рабской психологией и заявлял, что хочет покончить с собой. Визит полиции застал самарца Андрея Шабанова врасплох, хотя своих радикальных взглядов он не скрывал. И на своих страницах в соцсетях публиковал комплементарные высказывания в отношении террористических организаций. Много публикаций там и на тему войны, и в частности на тему акции «Бессмертный полк», которая, по словам Шабанова, приводит его в ужас. Теперь Шабанову грозит уголовное дело. Его подозревают в реабилитации нацизма. Андрей разместил на сервисе «Бессмертного полка» вместо фотографии родственника героя портрет Гитлера. В сервисе «Бессмертный полк онлайн» разместил фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера под именем Михаила Лаисович Егерский. В содеянном раскаиваетесь вы? Раскаиваюсь, вину признаю полностью. Стреть подобное будете совершать? Нет. Преступление Андрей Шабанов совершил не один, а с компанией единомышленников. Вместе с ним фото нацистов на сервисе «Бессмертный полк» разместили Даниил Симонов из Перми, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. Изучение изъятых в ходе обысков материалов дает следствию основания полагать, что все эти люди состояли в одних сообществах в социальных сетях. Выяснилось, что среди причастных к реабилитации нацизма есть лица, размещавшие фотографии фашистских преступников с территории иностранных государств, в частности Украины и Эстонии. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам их жительства. Их допрашивают следователи. Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях. Следственный комитет России продолжает изучать все обстоятельства произошедшего. Проводятся судебные экспертизы, ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента. Виктория Шарая, События. Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 25 мая. Об этом губернатор Дмитрий Азаров сообщил в своем инстаграм-аккаунте. При этом в регионе начался первый этап снятия ограничительных мер. С начала недели разрешено посещение парков, при этом аттракционы по-прежнему будут закрыты. Жители могут выходить на прогулки и пробежки, но не более двух человек вместе. Также разрешено работать магазином с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, отдельным входом и правилом посещения один покупатель на 15 квадратных метров. В регионе также продолжается поддержка нуждающихся. Глава региона подписал постановление о начислении единовременной выплаты на компенсацию затрат по ЖКУ за апрель малообеспеченным и семьям, которые тратят на коммунальные услуги больше 22% от своего бюджета. Коллеги, очень простая формула, которая рассчитывает размер этих субсидий, но приводит она к нам, что все получатели этой помощи никакие средства вносить за ЖКУ не будут. Они все будут консенсированы за счет регионального бюджета. Таким образом, для малообеспеченных граждан мы де-факто отгуляем платеж за жилищно-коммунальные услуги. Контроль с воздуха. С этой недели следить за соблюдением режима самоизоляции городские власти будут с помощью современных технологий. Над городом поднимутся беспилотные летательные аппараты. Как устроена новая система наблюдения, расскажет Мария Левина. Контролировать соблюдение режима самоизоляции в Самаре будут с помощью беспилотников. В режиме онлайн информация с видеонаблюдения будет передаваться в правоохранительные органы и районные администрации, чтобы там могли оперативно принять меры. Такое решение принято на городском штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под председательством главы города Елены Лапушкиной. Передача графической видеоинформации о том, в каких местах наиболее характерны для граждан, где они осуществляют скопление. Данную информацию мы потом уже использовали с органами полиции для рейдов и привлечения лиц к административной ответственности. С глав районов тогда еще раз места массового скопления, чтобы мы уже там полиции отдали конкретно, чтобы уже конкретно отрабатывать ту или иную территорию. Усилит и контроль за соблюдением масочного режима на объектах потребительского рынка и в общественном транспорте. В прошлой неделе пассажиропоток увеличился на 40%, поэтому на линию выпускают больше автобусов, троллейбусов и трамваев. Сейчас в Самаре работает 1043 единиц техники. Санитарная обработка транспорта проходит ежедневно. В ежедневном режиме проводим проверки по соблюдению в транспорте масочного режима. Спасибо коллегам с управления гражданской защиты, с департамента безопасности. Они нас в этом вопросе поддерживают. Мы своими силами продолжаем с составлением видеоотчетов. Могу представить их, проводить такие проверки. Люди у нас в основном сознательные, но есть некоторые моменты. Приходится иногда даже останавливать транспорт, чтобы пассажиры, которые не соблюдают масочный режим, выходили. Важно соблюдать все меры безопасности, надевать маску в общественных местах и транспорте необходимо. Мария Левина, Константин Головин. События. А до этого за соблюдением режима самоизоляции наблюдали только полицейские патрули. Стражи правопорядка на постоянной основе проводили и проводят рейды на набережные в городских скверах. На проверку с полицейскими в воскресенье отправилась и наша съемочная группа. Уважаемые самарцы, просим всех покинуть набережную. Прогулки по набережной пока под запретом. Самарские полицейские проверяют, соблюдают ли горожане режим самоизоляции. Знаете, что посещение набережной тоже у нас запрещено? Парков, скверов, набережных у нас тоже запрещено. Пожалуйста, я вас прошу, покиньте набережную. Полицейские проводят профилактические беседы, напоминают самарцам о правилах безопасности. Особое внимание уделяют пожилым людям, которые находятся в группе риска. Горожане в возрасте старше 65 лет получают от сотрудников полиции уведомления о строгой необходимости соблюдения режима самоизоляции. Сотрудники органов внутренних дел информируют жителей о содержании ограничительных мер, об ответственности за их нарушения, призывают к сознательности, указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам. Сотрудники полиции напоминают горожанам. В Самаре по-прежнему действует масочный режим. Прогуляться по парку, начиная с 18 мая, можно, но не больше двух человек. Большими компаниями собираться по-прежнему запрещено. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Самарской области. Всего же за сутки в регионе зарегистрировали еще 66 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число заболевших в области достигло 1503. Такие данные в понедельник 18 мая опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Также в регионе 322 человека выздоровели и выписаны. В целом по стране за сутки зафиксировали 8 926 новых случаев. Всего же с начала пандемии заболели 290 678 россиян. 2722 человека скончалось. В том числе 91 за последние сутки. По данным сервисов Яндекса, индекс самоизоляции в Самаре на 18 часов составил 1,9 балла. Это значит, что на улице очень много людей. По итогам 17 мая индекс самоизоляции составил 2,9 балла. Это на 0,3 балла больше, чем в обычные дни до распространения коронавируса. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 0,3 балла. То есть изменения в Самаре примерно такие же, как в среднем в других крупных городах. По среднему уровню самоизоляции за вчерашний день Самара заняла пятое место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек. Возглавила вчерашний рейтинг Москва с 3,4 балла. Самые низкие значения индекса по итогам вчерашнего дня зафиксированы в Новосибирске и Казани 2,6 балла. В кадастровой палате по Самарской области провели горячую линию по оказанию электронных услуг. Во время самоизоляции спрос на них вырос на 60%. В день приходит до 500 заявлений от самарцев. Большинство из них связаны с продажей имущества, а также получением электронной подписи, без которой невозможна ни одна юридическая сделка онлайн. Связаться с экспертами можно через сайт Росреестра, либо позвонив по телефону, указанному на экране. Сейчас у нас случился пик оказания электронных услуг в связи с тем, что МФЦ некоторое время были в нерабочем состоянии, рынок недвижимости все равно не стоит, у людей есть потребность совершения сделок, поэтому мы продолжали оказывать свои услуги в электронном виде. И да, у нас было большое количество обращений, было очень много вопросов от заявителей, появились категории граждан, которые раньше не пользовались по каким-то причинам и были вынуждены тоже начать использовать эти услуги и были очень довольны. АвтоВАЗ возобновил свою работу. Производство запущено сегодня в 7 утра. Как мы ранее рассказывали, завод объявил нерабочим период с 30 марта по 3 апреля для предотвращения распространения коронавируса. Впоследствии региональные власти разрешили работать системообразующим предприятием, в том числе АвтоВАЗу. 13 апреля АвтоВАЗ полностью возобновил работу, а 29 апреля завод остановил производство до середины мая. Сейчас его возобновили, но в строгом соответствии с новыми графиками, которые установили из-за пандемии коронавируса. Дмитрий Азаров провел встречу с новым главой регионального ОФСБ Андреем Акулининым. Напомним, генерал-майор Андрей Акулинин был назначен главой Самарского управления ФСБ указом президента страны Владимира Путина. Более 30 лет он проработал в органах безопасности, возглавлял отдел по борьбе с терроризмом, занимал пост первого заместителя начальника и руководителя управления в разных субъектах страны. «Я буду прикладывать максимум усилий для того, чтобы наш вклад в обеспечение государственной безопасности Российской Федерации на Самарской земле был существенен», отметил в разговоре генерал-майор. Развестился, прибыл с женой, как всегда, это майор, так я рассчитаю, 11 место службы и 33-я квартира. За 30 лет службы? За 38 лет. Да, 30 лет я в органах безопасности, а так с 1982 года я военный человек. Закончил военное училище артиллерийской колонии СПМ. Служил в бытности военной службы. Семенный Кавказ и Забайкалье. У нас руководитель управления ФСБ традиционно является такой фигурой, консолидирующей всех силовых ведомств. Очень надеюсь, что эти все традиции будут сохранены. Тем более, что очень много добрых слов слышал о вас. Говорить про профессионализм, я думаю, избыточно, потому что само ваше звание, должность об этом ярким образом свидетельствует. Я очень рад, что настоящий офицер возглавил управление Самарской области. В настоящий момент решаются процедурные вопросы. Передаются рабочие материалы от прошлого главы ведомства к нынешнему. Официально к исполнению обязанности Андрей Акулинин приступит с 20 мая. Во время встречи глава региона Дмитрий Азаров также поблагодарил генерала-лейтенанта Владимира Татаурова, ушедшего в запас за плодотворное сотрудничество на благо региона и вручил ему почетный знак за труд во благо земли Самарской. Время масштабного строительства детских учебных и дошкольных учреждений. В рамках национальных проектов Самара получит несколько школ и детских садов. Сегодня стройки обсуждали на совещании в Самарской мэрии. В плановом порядке идет расселение ветхого и аварийного жилья. И что касается большинства жителей города, стартует масштабная кампания подготовки к новому отопительному сезону. Олег Зверев расскажет подробнее. Строительство школы в Новой Самаре вышло на финишную прямую. Начались фасадные работы, прокладка коммуникаций, заливка пола. На прилегающей территории проводится благоустройство. В декабре этого года школа должна быть введена в эксплуатацию. Новая школа строится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». У нас зашел новый подрядчик. Он кроме благоустройства же будет... Благоустройство и внутренней отделочной работы. Для них эта работа понятная? Конечно. Само благоустройство разбито на 4 этапа на этой школе. Первый этап у нас начинаем с 1 июня. Это с части, на которой расположено спорт ядро. То есть у нас с 1 июня начнется уже обустройство и размещение спортивного ядра этой школы. Благоустройство планируем закончить до 1 октября 2020 года на этом объекте. Прошу, и давайте тоже на эту неделю запланируем, доедем до Новой Самары, посмотрим, как работает новый подрядчик. Так точно сделаем. Национальный проект открыли большие возможности для строительства детских учебных и дошкольных заведений. Уже в июне завершится госэкспертиза проектов двух детских садов. На улице Шверника на 135 мест и на улице Подшипниковой на 112 мест. В сентябре начнется строительство. В промышленном районе в этом году стартует возведение пристроек детскому саду номер 407, ясельного помещения на 50 мест. Все это нацпроект «Демография». По нацпроекту «Образование» начались подготовительные работы к строительству новой школы на 600 учеников на пятой просеке. Это первый этап. Второй включит в себя еще один блок на 850 учебных мест со встроенным детским садом на 50 дошкольников. Продолжается реализация программы расселения аварийного жилого фонда. Первый этап финансирования – 348 ветхих жилых помещений. Это почти 12 тысяч квадратных метров. Более 50 семей уже расселено. Остальные готовятся к новоселью. Сейчас уже есть планы на участие во втором этапе программы. В этой площади у нас проживают наниматели. Это 55 семей. Общая площадь – 2408 метров. И собственники – 405 семей. По всем планам проведена предварительная работа проведенных опросов о их пожеланиях. У нас имеется возможность представления как жилых помещений, закупленных, так и выплаты согласно 348 жилищного кодекса. Самый горячий вопрос на сегодня – подготовка к холодному времени года. Город вступает в период большого ремонта тепловых сетей. Сейчас в разных районах Самары начались гидравлические испытания водопроводов. На некоторое время жители этих кварталов ждут плановые отключения холодной и горячей воды. Но это необходимо для того, чтобы выявить возникающие дефекты, чтобы потом перезимовать без чрезвычайных происшествий. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин, Леонид Блинов. События. 18 мая – день Самарского знамени. Трехцветное полотнище было изготовлено в Самарском Иверском монастыре в годы русско-турецкой войны и передано болгарским ополченцам 18 мая 1877 года. Под этим знаменем были выиграны ключевые сражения освободительного восстания. И сегодня оно является самой почитаемой святыней Болгарии. Торжества в честь знамени прошли сегодня и в Самаре. В Иверском монастыре побывал Олег Зверев. Копия Самарского знамени, сделанная в Болгарии, в Иверском монастыре Самары, бережно хранят святыню, изготовленную по образу той, что сами монахини вышивали для болгарских ополченцев в период русско-турецкой войны. Сестры, которые до революции вышивали это знамя, после долгого пощения, молитв, отдавали всю свою энергию, всю свою любовь этому знамени. Потому что знали, что знамя это будет передано братскому народу, и чтобы победил народ. Самые почитаемые святыни болгарского народа – Самарское знамя. Оно стало символом победы в борьбе за свободу и основой для первого государственного флага независимой Болгарии. Само знамя находится сейчас в Софии, а здесь, в Иверском монастыре Самары, хранится его точная копия. Еще одна копия знамени вручена Самарскому музею имени Алабина. Именно по инициативе гласного городской думы Петра Алабина было сделано знамя, под которым болгарские повстанцы одержали победу и обрели независимость от Османского ига. Так началась новая история славянского народа, который после этой победы стал выстраивать свою государственность. Могила Петра Алабина расположена на территории Иверского монастыря. Сегодня здесь состоялась панихида и возложение букетов. Цветы принесли глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев. Героическая славная история Самары. Конечно, в этот день мы не могли не прийти, несмотря на все ограничения, не поклониться. История Самарского знамени, она же не только история Самары. Это история самарско-болгарского народа. И очень героическая, очень важная. И до сих пор в Болгарии нам благодарны. И мы должны этим гордиться. Самарское знамя – единственное полотнище, награжденное Орденом за храбрость Республики Болгария. И уже в новой истории сыграло важную роль для Самары. Оно стало основой для современного флага города. Олег Зверев, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Жители России смогут до конца мая наблюдать Международную космическую станцию, прилетавшую с юго-запада на юго-восток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса, опубликованном в воскресенье на странице корпорации в социальных сетях. На большей части России, в странах ближнего зарубежья, проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции. Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо, сообщили в Роскосмосе. Также в ведомстве уточнили, что станцию будет видно в виде яркой звездочки, поэтому наблюдать ее нужно на южном небосклоне. Месяц май в целом очень важен в истории советского и российского ракетостроения. В прошлом веке сразу два исторических пуска совершили 15 мая. Сначала 1957 года, а затем 1987. С одного старта началось космическое соревнование между СССР и США, а другим закончилось. Как это отразилось в истории Куйбышева и Самары, расскажем в следующем сюжете. За этими кадрами следил весь мир. 15 мая 1987 года состоялся первый запуск ракеты-носителя «Энергия», которая могла выводить на орбиту до 100 тонн полезного груза. Собрали ее на Куйбышевском прогрессе. Этот запуск стал окончанием космической войны между СССР и США, так как аналогов этому кораблю в мире тогда не было. Однако программу «Энергия» пришлось закрыть. Разработка ракеты сверхтяжелого класса оказалась затратной, а большая грузоподъемность носителя так и осталась невостребованной. Мы знаем, что те ракеты, которые были построены, в конце концов остались на космодроме Байконур, и многие из них просто погибли, потому что не стало того государства, и поменялись приоритеты. В тот же день, 15 мая, но за 30 лет до этого, в 1957 году и тоже с Байконура, был произведен другой исторический старт. Дебютный тестовый запуск ракеты «Р-7» заложил основу космического соревнования двух сверхдержав, в котором советские конструкторы сделали важнейший первый удар. Корабль продержался в воздухе больше полутора минут, а Куйбышев, где была собрана ракета, после этого старта стал космическим центром страны. Двухкопеечная монета, на которой написано «1957 год». То есть вот в карманах, в том числе и куйбышевцев, в 1957 году лежали вот такие вот двухкопеечные монеты, и, собственно, наверное, из каждого кармана вот такую двухкопеечную монету в 1957 году государство достало, чтобы осуществить запуск вот этой вот ракеты. Удачная и надежная конструкция позволила использовать «Р-7» в качестве ракеты-носителя. В процессе эксплуатации «Семерку» постоянно модернизировали, что привело к появлению целого семейства ракет-носителей. Все пилотируемые запуски СССР и России осуществлены ракетами данного семейства, в том числе запуск первоискусственного спутника Земли и полет «Гагарина» в космос. А собирают «Семерки» с самого начала и по сей день на Самарском заводе «Прогресс». Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Кроме того, сейчас «Роскосмос» продолжает набор в отряд космонавтов. В открытом конкурсе может участвовать любой россиянин, который удовлетворяет установленным требованиям. Согласно условиям конкурса, предполагается отобрать четырех человек, которые пополнят отряд космонавтов «Роскосмоса». Заявления и документы принимаются до 1 июня. А в связи с пандемией все музеи закрыты, но ежегодная международная акция «Ночь в музее» все-таки состоялась. В режиме онлайн в каждом культурном учреждении подготовили свою уникальную программу. Освоила виртуальные путешествия и мэри Елчан. «Ночь в музее» в Самаре началась с еще не открывшейся, но очень долгожданной творческой площадки. С филиала Государственной Третьяковской галереи. Планируется, что уже в 2022 году здесь будет не просто музей, а трехмерное пространство с творческими площадками, лекториями и залом для мастер-классов приезжих художников. Сейчас же полным ходом в здании фабрики кухни ведутся реставрационные работы. В ночь музеев сотрудники Самарского филиала выехали на строительную площадку и провели виртуальную экскурсию. Мы с вами находимся в фабрике кухни, в здании на пересечении улиц Масленниковой и Новосадовой, известной также как Серп и Молот. И, собственно, здесь также в ночь музеев через два года, в начале 2022 года, откроется первый филиал главного музея национального искусства России за пределами Москвы, Третьяковской галереи. Это здание подобно загадке без ответа, потому что кроме формы архитектор, по сути, не оставил нам ничего. И вот эту загадку, этот мистериальный дух нам нужно разгадать. Музей Модерна представил проект в эфире. Статьи в газетах, написанные в прошлом веке, обсуждались в контексте реального времени. Виртуальная кабаре «Пять толстых» состоялась в литературном музее. Пять образов писателя с новой выставки «Толстой смены оптики» ожили и устроили представление. Экскурсии, конкурсы и викторины. Посмотреть полную версию ночи в музее 2020 можно в официальной группе акций в соцсетях. Мэрил Чан, Мария Левина. События. Ушел из жизни бывший руководитель Самарского горосбиркома Сергей Никологорский. В середине 2000-х он был заметным лицом среди самарских политиков. Участвовал в выборах, в том числе и в Губернскую думу. Затем покинул публичное пространство. Одно время возглавлял ТСЖ, а затем ушел на пенсию. «Самара ГИС» выражает соболезнования родным и близким Сергея Никологорского. На этом все. Оставайтесь дома и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok